Здравствуйте. Я очень рада принять участие в работе форума «Белая ночь». Спасибо, Ольга, за такое представление. И я готова и очень хочу поделиться информацией, которая поможет пациентам сохранить положительные результаты лечения, наполнить жизнью какими-то интересными, более интересными моментами. У нас времени с вами немного, и мы его используем для того, чтобы поговорить о таких моментах. Я расскажу немножечко об особенностях страхов у бывших пациентов, о том, какое влияние оказывает страх рецидива на жизнь после лечения. Расскажу о тех решениях, которые предлагают онкопсихологи, опираясь на многолетние исследования данного вопроса. И поделюсь обязательно результатами групповых занятий с пациентами по преодолению страха рецидива рака, который мы проводили в Москве на протяжении нескольких месяцев. И, конечно же, я дам короткие общие рекомендации, как самостоятельно справляться со страхом рецидива. Но сразу говорю, конечно, это всё будет очень интересно. Это одна из моих тем, о которых я могу, конечно, часами говорить. Итак, двигаемся. О чём мне хочется сначала сказать? По статистике в среднем у 74% пациентов, кто закончил уже лечение, определяется страх рецидива. И что очень важным является, это то, что с течением времени этот страх, к сожалению, не проходит и даже не ослабевает. Вот в этом как раз, будем говорить, ужас состояния пациентов. У таких пациентов ещё нужно отметить, что если у пациентов менее какие-то оптимистичные прогнозы, то страх рецидива со временем 100% точно будет усиливаться. Он не будет даже оставаться на том уровне, на котором он появился. Некоторые исследования указывают на то, что беспокойство об ухудшении течения болезни выше наблюдается у тех, кто использует альтернативные методы лечения или больше предпочитает какое-то комплементарное лечение традиционному медицинскому. Я в какой-то степени сейчас буду, и это здорово, я буду как-то немножечко повторять слова, пусть в другом формате, слова, которые только что передо мной выступали. Для бывших пациентов состояние страха, чем оно плохое? Тем, что это мешает вести жизнь здорового человека, потому что на самом деле очень трудно планировать дела на отдалённые сроки, потому что всё время возникает мысль, а что если? Очень сложно выстраивать общение с другими здоровыми людьми из-за того, что происходит смещение интересов в специфическую область здоровья. И пациенты часто говорят о том, что их как-то так встречают словами, ну что-то там опять о своём раке думаешь, ну вот какие-то такие высказывания прилетают от здоровых людей. У пациентов случаются периодические вспышки страха вплоть до панических атак. И очень характерно, что пациенты плохо спят. Это вот прям вот бич. Знаете, даже если человек активно не говорит о том, что я боюсь, что рак вернётся, но при этом он мне говорит, у меня со сном проблемы большие, то пара-тройка вопросов, и мы всё равно выходим на тему того, что да, лечение закончилось, я боюсь, что всё вернётся и всё повторится. Вообще нужно отметить, что после лечения у таких пациентов в качестве жизни, конечно же, в целом ниже, чем хотелось бы. И страхи, они всегда вспыхивают в ответ на какие-то определённые события. И эти события невозможно убрать из жизни. Это часть нашей жизни. Эти события могут происходить неожиданно. Например, какой-то случайный разговор или какая-то новость в СМИ или в социальных сетях, где упоминается какой-то человек, который заболел раком, у которого ухудшение произошло или просто впервые выявленный случай. То есть бывают какие-то неожиданные истории, от которых их предупредить невозможно. Вы не знаете, в какой момент вы услышите эту новость. Есть какие-то такие пугающие события, которые, к сожалению, происходят в плановом порядке. Например, визиты к врачу-онкологу. А у некоторых пациентов этот страх распространяется вообще в принципе на всех врачей, особенно если был опыт, что диагноз был поставлен случайно у какого-то другого, на приёме какого-то доктора, какой-то общей специальности. Так, я слышу какой-то посторонний звук. Надеюсь, что это не у меня. Ладно, не буду на него отвлекаться. Проблема психологов вообще заключается в том, что коррекция страха… На самом деле психологи умеют корректировать страхи. И традиционно любой психолог скажет, да, конечно, я работаю со страхами, и какая разница, ну, сейчас поработаю со страхом рецидива. Но именно проблема для психологов заключается в том, что в итоге, спустя какое-то время, когда мы оцениваем состояние пациента, то оказывается, что привычные методы либо вообще не дают эффекта, либо дают краткосрочное такое улучшение. То есть сразу только поработал с психологом вроде как лучше, но спустя какое-то время это всё возвращается, все страхи. И также ещё можно часто слышать, что страх рецидива не корректируется с использованием удалённых методов психокоррекции. И именно поэтому специальная международная группа внутри международного общества онкопсихологов на протяжении уже нескольких лет изучает механизмы возникновения страха рецидива поиском методов, которые будут эффективны, реально эффективны, и срочно помогать пациентам восстанавливать качество жизни после лечения. Результаты работы этой группы помогают пациентам преодолевать страх рецидива в индивидуальном или в групповом формате. И хорошая новость заключается в том, что это можно сделать за пять консультаций. Потому что там есть чёткая структура. Эта чёткая структура занятий даёт доказанную, экспериментально доказанную эффективность. Всё, как принято в медицине, должно быть evidence-based, должно быть всё доказано. И пациенты формируют в ходе этого тренинга новые навыки, с помощью которых уже справляются со страхами ухудшения течения болезни. Что самое замечательное, после подобного тренинга эффект не угасает со временем, а он только усиливается. Пациентов наблюдают на протяжении достаточно долгого времени и там как раз-таки отмечают, что есть положительная динамика снижения страха рецидива спустя месяцы и даже годы после того, как с психологом человек поработал. И важно ещё, я добавлю, что структура программы коррекции страха позволяет на самом деле вести и онлайн-встречи с точно такой же высокой эффективностью. Мы проводили занятия, подобные групповые занятия для пациенток после лечения рака груди в Национальном фонде поддержки здоровья женщин, это в Москве. Начали мы с октября 2019 и закончили в середине марта, буквально там чуть ли не на следующий день были обозначены карантинные мероприятия. И результаты получились похожими на цифры в других странах. Вы видите, что страх рецидива рака снижается в среднем на 32%, у некоторых женщин снижение было на 70% на самом деле, процентов, когда страх был очень сильно выраженный. И очень важно, что общая тревога ещё снижается тоже на 19%, а общая тревога, почему мы её отслеживаем? Потому что это фон, да, это предпосылки для возникновения страха рецидива, поэтому важно и её снижать тоже. Другими словами, в общем-то, женщины научились управлять своим состоянием во время стресса в каких-то и других бытовых, профессиональных ситуациях. И ещё важным оказалось, что несмотря на пандемию и общий рост тревоги абсолютно у всех людей во всём мире, вот пациентки, прошедшие тренинг преодоления страха рецидива, они оказались хорошо подготовленными и вот к этой новой, не запланированной никем трудной ситуации и демонстрировали продолжающее снижение показателей страха рецидива и общей тревоги. И вот, как я уже говорила, это произошло просто потому, что они сформировали новые навыки, они стали по-другому думать и действовать. Навыки, честно говоря, сложновато формируются самостоятельно, только потому, что там есть момент того, что страх не пускает человека продвинуться дальше в изменении привычка и поведение. И психолог по специальной структуре помогает поддерживать, поддерживает человека, чтобы перешагнуть через этот страх. Тем не менее, есть всё-таки рекомендации, которые позволят облегчить чувство страха. Важно помнить, что страх рецидива – это абсолютно нормальный страх в ситуации онкологического диагноза. Это нормально, что вы волнуетесь и переживаете по поводу своего здоровья. Очень важно, чтобы вы понимали, чувствовать страх и не справляться со страхом – это разные ситуации. Вы можете испытывать страх и уметь с ним справляться. Вот что значит уметься со страхом? Это значит, что делать, если появляется страх. Жить так, чтобы страх этот не мешал спать, не мешал бы планировать жить, не мешал бы общаться с другими людьми, заниматься какими-то любимыми делами. Больше, пожалуйста, фокусируйтесь на том, что вы можете сделать, вместо того, чтобы фокусироваться на том, чего вы боитесь. Это как раз ловушка. И на следующем, в общем-то, последнем слайде я вам показываю, что вы реально можете делать. Что вот прям сию минуту вы можете для себя сделать. Когда на вас накатывает страх, очень важно, чтобы вы замечали и проговаривали свои чувства. Проговорите это вслух. Возможно, это будет кто-то, с кого вы получаете поддержку. Никого рядом нет, хотя бы самому себе. Не отказывайтесь, пожалуйста, от поддержки семьи, друзей, общества пациентских. В трудные минуты даже лучше у них попросить об этой поддержке. Будьте, пожалуйста, более активными в отношении своего лечения. Станьте партнерами своих врачей. Вместе с ними принимайте решения о лечении и о реабилитации. И очень важно, чтобы вы придерживались всех рекомендаций лечащего врача, потому что, я напоминаю, страхи выше и сильнее у тех, кто уходит от врачебного лечения. Те, кто больше на альтернативные методы и комплементарные. И ещё важно, чтобы вы обращали внимание на вопросы своего хорошего самочувствия и благополучия. Что это значит? Это прямо специально отмечать, пусть малейшие какие-то улучшения в самочувствии или то, что ваше самочувствие как минимум остаётся стабильным, оно не ухудшается. Важно научиться замечать те моменты, когда уже наступает переполнение негативными какими-то эмоциями. И важно заранее подумать о том, как вы можете себе помогать. Это может быть помощь сам себе, это может быть помощь через других людей. Пусть это будет какой-то буквально список дел, которые обычно помогают вам справляться в разных тревожных ситуациях. Чем длиннее такой список, тем проще вам подобрать то, что поможет в конкретную минуту. Ну и последний мой слайд, он вот такой, потому что я абсолютно убеждена, что закончивший противораковое лечение человек может и должен жить полноценной жизнью, вне зависимости от того, какие врачебные права. Иногда это оказывается действительно очень сложно реализовать на практике, но все же это возможно. И это точно под силу каждому. Дорогу осилит ведущий. И на этом я свое выступление заканчиваю.